В полуфинальном матче сборной России противостояли финны, которых на групповом этапе российские спортсмены переиграли в сухую 10-0. Подопечные Аркадия Попкова быстро открыли счет, но на 20-й минуте во время одной из редких контратак сборная Финляндии счет сравняла. Лишь перед самым перерывом Никита Белошицкий в ближнем бою переиграл в вратаря соперников и вывел российскую сборную вперед. Окончательно снять вопросы о победителе удалось в 40-е минуты матча, когда россияне забили три мяча в течение короткого отрезка времени. Финальный матч сборных России и Швеции начался как под копирку матча с группового этапа. Уже на первой минуте Эдвин Исаксон открыл счет. В финале мы встретились с сильной командой, командой России. Это был сложный матч, но мы, конечно же, хотели победить. Россияне бросились отыгрываться, но мяч не шел в ворота шведов. Необходимо отдать должное и защите скандинавов, успешные действия в которой позволяли проводить молниеносные контратаки. Да и со стандартами у шведов был полный порядок. В конце первого и начале второго тайма Эмиль Нордстрем нанес точные удары. Эта игра так получилась, что, к сожалению, нам не удалось реализовать те моменты, которые у нас были. Мы не смогли добиться нужного результата в нужный момент. Но это хоккей, это игра. И, к сожалению, сегодня Бог был на их стороне. Все получилось, потому что мы хотели выиграть золотые медали. Хотели получить эту победу. Сработала и команда тренеров, и сама команда. В итоге, благодаря слаженным действиям шведской сборной, хоккеисты сумели сдержать финальный натиск российской команды и сохранить преимущество. Итог 4-2 в пользу скандинавов. А нашим хоккеистам достаются серебряные награды. Я хочу поблагодарить также тренерных игроков всех команд участников. Это молодые ребята, которые в этих временах оказали быстрый, здоровой, интересный хоккей. Если отвлечься от хоккейных баталий, все участники первенства отметили высокий профессионализм организаторов, условия размещения и логистики перемещений. Как я уже говорил, нам очень понравился прием. Нам очень понравился сам город, и нашей команде было очень приятно. И нам понравилось, как относились к нашей команде, как о ней заботились на протяжении всего чемпионата. Ульяновск, в свою очередь, добавил в копилку еще один успешно проведенный международный турнир, который можно смело плюсовать к молодежному чемпионату мира среди юниоров не старше 19 лет и к чемпионату мира 2016 года.